Всем добрый вечер. В этой консультации мы разберем заключительную часть C независимого экзамена по анализу данных начального уровня. Я Максим Карпов, старший преподаватель Департамента больших данных и информационного поиска. Итак, давайте приступим, и мы разберем задание C1-C7 с датасетом 1. Будем решать задание как в питоне, так и в Excel. Для начала нам требуется скачать необходимый набор данных. Давайте мы его скачаем в формате Excel. И, как обычно, для того, чтобы считать DataFrame, мы используем библиотеку pandas и команду import pandas.spd, чтобы импортировать библиотеку с сокращенным названием pd, и даем общепринятое название файла, переменную, df. В данном случае мы используем функцию read.exe. Можно использовать, если мы скачали формат c.csv, тип данных, функцию read.csv. Да, предварительно нам нужно удостовериться, что мы загрузили необходимый файл. Мы можем его найти у себя в загрузках локально на компьютере. Если вы уже работаете сразу в загрузках через знак конду, то этот файл у вас уже имеется. Так, давайте проверим. c4.xosx. Да, он называется df.c4. И посмотрим на первые пять строк, используя метод head. Чтобы убрать дублирующую колонку с индексами, мы используем параметр index.call равно 0, указывая местоположение данной колонки. Итак, в первом задании нам требуется Найти медиану переменной m1 Наибольшее значение переменной m2 И выписать произведение найденных двух чисел Используем Обращение к столбцу В датафрейме Используя кавычки и квадратные скобки Вызываем медиан И нам нужно взять произведение Умножить на наибольшее значение m2 В данном случае max И нас попросили еще так же округлить до двух цифр после запятой Мы можем воспользоваться для этого функцией round И 383,09 будет верным ответом На независимом экзамене в этом задании И вас могут еще попросить подсчитать среднее min От столбца Моду Минимум Стандартное отклонение И var dispersion Самые основные описательные статистики Которые используются в анализе данных И давайте посчитаем то же самое Но в экселе Продолжение следует... На независимом экзамене Если вы будете использовать Excel Либо Google таблица Я вам рекомендую отдельно продублировать каждый лист С заданием Потому что Excel имеет свойство Если вы внесли изменения на листе И вам нужно в следующих заданиях использовать исходный датасет То мы не сможем его в первозданном виде получить Поэтому лучше использовать Команду копия Вы нажимаете правой кнопкой трекпада Выбираете, например, в конец поместить лист И создать его копию Create a copy И создаем таких копий Семь штук Точнее Исходный лист у нас уже есть Значит нам еще надо шесть штук создать Да И Нажать галочку Create a copy И поставить в конец И так Нам потребуется сделать Шесть раз Спасибо за субтитры Также переименуем листы В понятный для нас Номер задания Отлично Мы создали Семь отдельных листов В Excel Итак Нам требуется посчитать Среднее Медиану Переменной М1 Медиана М1 Мы ставим знак Равно И выделяем Всю ячейку Которую мы должны вызвать Функцию Медиан Медиана Медиана В русскоязычной версии Excel Мы получим Первую Статистику Медиану Переменной М1 Далее нам требуется Найти Максимум М2 И здесь Мы вызываем Функцию Макс Аналогичная Функция В русскоязычном Excel И нам остается Взять только Произведение Данных Двух ячеек Мы выделяем С помощью курсора Нужную ячейку Либо можем Ее прописать В строке с формулой И вторая ячейка Мы получаем Число До тысячных Воспользуемся Функцией Раунд В качестве Разделителя В моей версии Excel Используется Точка запятой До двух Знаков И мы получаем 383,09 Обратите внимание Что вам нужно Вводить Ответ С точкой Второе задание Здесь нам нужно Определить Наиболее часто Встречающееся Значение Переменной Time В питоне Это делается В одну строчку Кода Dftime Точка Mode И нам нужно Скопировать ответ Аккуратно Вы можете вызвать Индекс 0 В квадратных скобках Тогда Вся лишняя информация Будет Не будет Отображаться И без кавычек Что важно Вам нужно Скопировать этот ответ И вставить На платформу Всегда ориентируйтесь На пример ответа Если Будет Пропущен Пробел То Тестирующая система К сожалению Не засчитает Ответ Поэтому важно Поставить пробел В конце Без пробелов В Excel Это делается Чуть Более Сложно Поскольку У нас Категориальная Переменная И Excel Не умеет Считать моду У категориальной Переменной Он умеет Для количественной А для категориальной Не умеет Здесь Мы сделаем Такой лайфхак Мы Воспользуемся Функцией Счет Если Или Count If В Excel Давайте удалим Все лишние колонки Они здесь Нам не понадобятся Будем Считать Аккаунт Назовем Переменную Идея Следующая Мы будем Считать Сколько Раз Встретилось Каждое Уникальное Время В нашем Датасете Например 3 часа 19 минут Ночи Встретилось Столько-то Раз Один Час Дня Столько-то Раз И так Далее Для этого В Excel Используется Функция Счет Если Она Сравнивает По всему Диапазону Значений В столбце Сколько раз Встречалась Каждая Уникальная Категория В английском В английском Эта функция Называется Count If В русском Excel Счет Если Мы Выделяем Весь Нужный Диапазон Да И нам Нужно Еще Указать Критерий А критерий Это Каждодельная Ячейка Сколько раз Она у нас Здесь Встретилась И вот Когда мы Выделили Весь Столбец В данном Случа Столбец В Взяли Ячейку В2 То Два Раза Встретилось Время 3 часа 19 Минут Утро Дальше Мы Нажимаем В правый Нижний Угол Чтобы Не Растягивать Вручную Эту Формулу Да Может Немножко Подвиснуть Компьютер Поскольку У нас Там Если Посмотрим Да Тысяча Строк Тысяча Строк Это Уже Много Для Excel Файла И Следующий Шаг Нам Нужно Отсортировать По Убыванию Получившийся Столбец Count Тогда Мы Сможем Найти Наиболее Часто Встречающе Время Находим Иконку С сортировкой В Excel Обычно Она рядом С фильтром И нам Нужно Сортировать В данном Случае От Z До A То есть В обратном Алфавитном Порядке Но если Это число То От Наибольшего К Наименьшему Нажимаем Sort Z Z А Да Так И Да У нас Мода Должна Была Быть 5 Точнее Она у нас Просто Указана Здесь Почему-то Она Не встретилась Давайте Посмотрим 10 Сама В объем В поиск Так 10 05 PM Да У нас Почему-то Она Не посчиталась 5 Раз Сейчас Посмотрим Так 386 500 3627 Да Точно Больше Чем Два Раз Так Давайте Повторим Еще Раз Процедуру Процедуру И давайте на новом листе Давайте удалим Подтормаживает Excel, к сожалению До новых встреч До новых встреч До новых встреч Итак, давайте еще раз. Мы воспользуемся функцией count if, счет если. Давайте выделим диапазон с ячейки А2 до самого конца. Да, для этого вам помогут горячие клавиши shift-control вниз, либо на маке shift-command вниз, точка запятой и критерий. Мы считаем, в данном случае там была ячейка А2. Сколько раз встретилось данное время? Так, давайте проверим еще раз. 10, 0, 5. Все равно считает два раза. Очень интересно. Так, давайте посмотрим еще раз на то, как работает функция count if. А, все понятно. Мы не зафиксировали знаки долларов. Это важная процедура. Потому что мы видим, что у нас съезжает диапазон каждый раз. он не с А2 по А10001, а он все время на единицу больше. Например, здесь уже А315, А1314. В старых версиях Excel такого не было. Поведение у функции count if, это я точно помню. Поэтому вот если у вас свежая версия Excel, как у меня. Сейчас давайте посмотрим, какого года. да, about Excel. Версия 16.81 до 2024 года. Если вы обновляли Excel из App Store, либо из Windows магазина, то обратите внимание, что теперь съехали диапазоны у функции count if. И если вы привыкли не фиксировать знак доллара, то здесь это не заработает. Значит, чтобы все получилось, нам нужно поставить знак доллара перед двойкой и перед 1001. Перед всем нашим диапазоном. Перед А доллар не обязателен. Напомню, доллар в Excel фиксирует диапазон ячейк, диапазон значений. И теперь, когда мы растянем формулу, у нас теперь точно должно все получиться. Да, каждый раз меняется второй аргумент, ячейк, с которым мы сравниваемся. А наш диапазон остается без изменений. Давайте попробуем отсортировать. От Z до A. Так, и у нас все равно не встретилось 10.05 время. Да, хорошо, давайте, чтобы не терять много времени, а мы пока это задание пропустим. Возможно, проблема именно в моей версии Excel, потому что мы видим, что здесь 10.05 время, оно у нас 5 раз встречается. Да, 5 раз. Но почему-то Excel отказывается мне его проверять. Да, например, справки Excel, которые вы также можете вызывать во время независимого экзамена, нажав на гиперссылку по названию функции, мы можем увидеть. Да, как работает себя функция. Считает, сколько ячеек удовлетворяют правилу, в том, что у нас Apple с яблоки в диапазоне от ячеек A2 до A5. Да, а вот если, например, мы посчитаем... Так-так-так... Очень сильно тормозит Excel, конечно. Так, давайте тогда попробуем растянуть формулу... Нет. О, вот сейчас он посчитал 5. То, что у нас встречается время. Время 10 часов вечера 5 минут. Очень интересно. В чем же была проблема? Продолжение следует... 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 И вначале мы указываем, что возвращается, в данном случае наше значение будет меньше медианы, и тогда возвращается 0, в противном случае единица, else1. И у нас получилось 0,5, правильный ответ. В Excel нам тут потребуется создать новую колонку. И будем ее тоже проверять, как у нас значение текущее сравнивается с медианой. Соответственно, мы пишем равно ячейка if, условие if. Далее наше логическое условие в круглых скобках. Если m1 меньше, чем медиана всего этого столбца, мы выделяем его и указываем в круглых скобках диапазон, то дальше что возвращается, если правда? В нашем случае 0, иначе после второго точкой запятой разделителя у вас это может быть запятая. Если в качестве дробной части вещественных чисел у вас точка, то тогда у вас будет не точка запятой, а запятая в функциях аргумента. В моем случае это точка запятой. И мы получаем единицу. Что да, действительно, значение d2 оказалось больше либо равно медианы. Обратите внимание, что в задании сказано строго меньше. Поэтому обязательно учитывайте это. Далее мы растягиваем формулу, и нам остается только посчитать среднее. В принципе, Excel умеет... А, вот уже видно, что average равно 0,5, если вы выделите весь диапазон. Но можно еще воспользоваться функцией average отдельно и выбрать нужный диапазон g. Да, здесь у нас будет ошибка. Давайте выберем с g2 по g1001 наши номера ячейка. И мы получаем ответ 0,5. В четвертом вопросе необходимо построить график, а именно диаграмма рассеяния от двух переменных. Сейчас мы не будем перебирать все возможные комбинации, но мы видим, что time никак не может здесь присутствовать, поскольку время, оно сдается в таком формате, а у нас тут только числа. То есть у нас нет обозначения утра или... точнее, первой или второй половины дня по такому американскому формату. Мы поэтому пишем... Мы указываем поэтому только те переменные, которые здесь представлены. Ну, можем для тренировки построить график scatterplot. Для этого нам нужно импортировать в библиотеку matplotlib.pyplot, сокращенное название plt. И дальше plt.scatter нам создаст диаграмму рассеяния. В данном случае m2 и m1. В конце ставим точку запятой, чтобы техническая строчка перед диаграммой исчезла. Но мы видим, что это совершенно другие диапазоны значений, и сама форма распределения другая. m3, m1 — это как раз правильный график. Так, в Excel это делается не так очевидно. Но у нас тут, да, мы решили, что time и last name нам точно здесь не понадобятся. Давайте их удалим. Удобнее всего, если вы расположите нужные столбцы в нужном порядке. То есть можем кликнуть правой кнопкой трекпата, нажать «Вставить» либо «Insert». Только мне нужно вставить тогда перед m3 переменной. А именно я хочу вставить столбец последовательно, чтобы у нас были m2 и m1. Давайте, ну, и заранее заготовлю столбец после m3. В таком случае в Excel будет проще сразу поставить график, не выделять нужный диапазон значений. Мы выделили две колонки, m2 и m1. Находим вкладку «Insert» или «Вставка». И нам нужна диаграмма рассеяния, иконка. И выбираем «Scatter». И вот у нас получился первый график, m2, m1. Но мы видим, что это что-то не то. Да, то есть у нас диапазон значений не… У нас m1 верно по вертикали указано, а вот m2 по горизонтали другие шкалы. Тут от 0 до 1,4, а у нас от 0 до 35, и в основном вокруг 30. Поэтому этот график не подходит. А вот если выделим m3 и m1, нажмем «Вставить», «Диаграмма рассеяния», то это как раз правильный вариант ответа. В пятом вопросе требуется найти выбросы. Про выбросы есть подробная тема 6 в онлайн-курсе «Учебник по анализу данных», где, в частности, рассказывается, как считается межквартирный размах, как считаются выбросы, используя метод стандартных отклонений от среднего, либо поиск верхней и нижней границы с помощью подсчета межквартирного размаха, умноженного на коэффициент 1,5, прибавляется к третьему квантилю, либо вычитается из первого квантиля. В данном случае нам нужно от среднего вычесть и прибавить полтора стандартных отклонений. Мы также будем работать с переменной m1. Для этого удобно воспользоваться фильтрацией. В квадратных скобках мы указываем наши первые условия в круглых скобках, а именно то, что m1 должно быть меньше, чем m1.средний мин минус 1 умножить на полтора стандартных отклонений. Это наши первые условия. Это наши будут выбросы. Затем мы ставим вертикальную палку. Это будет логическое или объединение двух множеств внутри нашего фильтра. И то же самое, только больше, больше и плюс полтора стандартных отклонений от среднего. И давайте в конце вызовем атрибут shape и в квадратных скобках 0. И мы получим верное количество выбросов, которые отличаются от среднего, на плюс-минус полтора стандартных отклонений. В Excel нам потребуется отдельно подсчитать такие выбросы, outliers, используя также if. здесь, чтобы взять логическое или, в Excel используется or, либо или в русскоязычной версии Excel. Мы пробегаемся по... Да, мы сравниваем наше конкретное значение. Если оно меньше, чем среднее average всего столбца минус 1,5 умножить на std, stdf, или бы стандартных отклон в русскоязычной версии Excel, то же это все столбца. Это наше первое условие в или. Все мы ставим точку запятой. То же самое, только больше среднего плюс полтора стандартных отклонений. Закрываем скобку. И мы написали наш два условия через логический оператор или. Ставим точку запятой. То возвращается единица. То есть, если у нас попало ниже, нижней границы, значение меньше, чем среднее, минус полтора стандартных отклонений, либо больше, чем среднее, плюс полтора стандартных отклонений, то это выброс единица, иначе ноль — это нормальное значение. И растягиваем формулу до конца. И в конце нам нужно посчитать сумму. И вот как раз тоже Excel по умолчанию нам показывает, чему равна сумма единиц. Нули у нас не будут складываться, но можно отдельно воспользоваться функцией сам. А в данном случае с B2 до B1001. И получим также верный ответ 146. В шестом задании нам нужно построить сводную таблицу. В битоне, в библиотеке Pandas, есть специальная функция, которая нам построит такую таблицу. Это pivot table. Сводная таблица. Давайте создадим переменную pivot и воспользуемся данной функцией pivot table. И она будет вызываться из... Да, pivot table. Будет вызываться из data frame. У нас в качестве значения будут указаны то, что мы хотим использовать при подсчете. В данном случае M1 и M2. Это будет список. Various равно M1, M2. Индекс — это наши строки, наши значения. В данном случае у нас в качестве индекса выступает время. По строкам у нас должно быть время. За строки у нас отвечает индекс. Чтобы подсчитать среднее, нам здесь понадобится функция np.min. В принципе, по умолчанию уже используется среднее. Давайте попробуем. Ну, на экзамене могут вас подсчитать медиану, поэтому лучше прописать отдельно. Агг.фанк. И данный параметр, если мы посмотрим справку... Да, мы вызываем через np.min. Поэтому нам еще здесь понадобится библиотека numpy. import numpy. import numpy snp. И давайте попробуем. У нас получается такой pivot table, сводная таблица, где у нас среднее значение указано. И теперь требуется в задании подсчитать разность по модулю. Модуль — это функция в математике, которая считает абсолютное значение числа. То есть минус пропадает, остается только абсолютное значение со знаком плюс. между средними переменных m1 и m2. Давайте создадим такую переменную модуль. И нам нужно обратиться к колонке m1, вычесть колонку m2 из датафрейма. в данном случае под именем pivot. И взять абсолютное значение, используя функцию apps в питоне. У нас получится теперь следующий датафрейм. И остается последний шаг — это найти наименьшую разницу между средними m1 и m2 и выписать время. Для этого мы отсортируем наш датафрейм по новому столбцу. Обратите внимание, что в функции sortVarius параметры buy нам нужно передать список. Даже если он из одного значения указан. И таким образом, время 11,34 pm — это наш правильный ответ. теперь мы попробуем посчитать в Excel. Здесь у нас понадобится... Да, давайте удалим только lastName и m3. Столбцы. И да, создадим сводную таблицу. Для сводной таблицы давайте первый тоже удалим. Индекс. А в Excel есть insert — вставить. И обычно в начале это иконка pivot table. Но в зависимости от версии вашего Excel она может и в другом месте находиться. Мы выбираем, оставляем все настройки по умолчанию новый вордшит на новом листе. У нас будет подготовлено pivot table. В значения мы передаем то, что мы будем считать, а именно m1 и m2. И в данном случае мы будем считать не сумму, а среднюю. Вы должны кликнуть справа от переменной и поменять с дефолтной суммы на average. и для второй перемены точно такая же процедура. Кликнуть на кружочек с i information. По строкам, рядам у нас время. По колонкам мы отставляем без изменения значения. И у нас получилась вот такая сводная таблица. Далее нам нужно подсчитать абсолютную разницу. Но здесь будет проблема. Если мы попытаемся просто да вот потому что pivot table хранит данные немножко в необычном формате. Если мы попробуем вот так сделать то у нас не будет меняться формула. У нас все время остается одной и та же разница. Поэтому здесь есть такое костыльное решение. А именно давайте, кстати, вот эти первые две строчки удалим чтобы они не мешались. Нужно просто взять и скопировать эти два столбца и поместить рядышком. Тогда они уже будут как обычные столбцы а не как столбцы в pivot table в которых странный формат pivot get pivot data. Мы выбираем нужный нам столбец со средним. да, вычитаем ячейку соседнюю и нам нужно взять тоже абсолютное значение это функция abs модуль и растягиваем формулу. И остается последний шаг так давайте назовем тоже модуль разности. Давайте добавим еще один столбец чтобы разграничить сводную таблицу от наших просчетов. Выберем фильтр и нам нужно отсортировать в данном случае найти наименьшую. То есть от наибольшего к наибольшему. Наименьшего к наибольшему. Или восходящий порядок ascending. Так тут да еще нам нужен еще один шаг а именно да давайте может не будем добавлять этот столбец. Давайте еще раз фильтр. Нам же нужно время взять соответствующее. Должно быть время. Отфильтруем а точнее сортируем вновь. Да вот будет проблема а пивот не хочет так сортировать. Давайте тогда вставим все же этот столбец. вставим столбец. ну вот они у нас вставились тут рядышком. Выбираем фильтр фильтр чтобы добавились row labels и наконец ascending. И вот наше время 11.34 оно здесь попало. Здесь есть лишняя строчка пустая но мы на нее не обращаем внимание у нас получилась модуль разности наименьший то есть у нас совпали два средних у m1 и m2 у времени 11 часов 34 минуты вечера. И таким образом мы разобрали шестой вопрос. Заключительный седьмой вопрос. Здесь нам нужно найти переменную корреляцию по модулю корреляции имеет наибольшую корреляцию с переменной m1 не включая саму m1 также нам уточняют что была добавлена переменная coded то есть ее тоже стоит учитывать в расчетах. Для того чтобы в питоне посмотреть на матрицу корреляции в версии библиотеки pandas начиная со второй необходимо методу core передать параметр numeric нижнее подчеркнение only равно true. Тогда в этом случае у нас получится построить корреляционную матрицу для количественных переменных. Иначе у нас dv.core будет возвращать ошибку что не может конвертировать строку во float. Теперь метод core пробегается по всем переменным нежели как раньше в более старой версии pandas когда смотрят только на количественные столбцы уже заранее фильтруем. Здесь разработчики поменяли поведение функции не в самую удобную сторону. Теперь нам нужно прописывать в явном виде что мы хотим только количественные переменные учитывать при подсчете корреляции. И вот мы видим что есть колонка coded которую мы создали ранее и нас интересует m1 и как раз колонка coded она и будет использована поскольку здесь мы видим наибольшую по модулю корреляцию если округлим до двух знаков после запятой то это 0,8 в Excel важно вернуться в тот лист где мы создавали колонку coded вот она coded там у нас средняя болталась давайте его чуть в другом месте перенесем чтобы было отдельно от таблицы вообще в другом месте его указать в общем не суть и теперь нам нужно подстроить матрицу корреляции для этого в питоне в Excel есть data и здесь важно вам включить надстройку которая называется анализ данных ее можно заранее включить она один раз включается до этого вы переходите в data analysis tools и вот надеюсь что видно выпадает дополнительное окно в котором нужно выбрать analysis tool pack либо надстройка анализ данных или набор инструментов анализ данных в русскоязычной версии Excel мы нажимаем ok и вот появляется эта настройка data analysis теперь мы хотим выбрать в этой настройке корреляции корреляции здесь в алфавитном порядке будут отсортированы различные инструменты нажимаем ok и нам нужно выбрать только количественные столбцы помним что корреляция считается только для количественных by columns и давайте оставим настройки по умолчанию а нон нюмерик дейта да потому что мы еще выбрали название со столбцами давайте выберем честно только числа для этого зажмите ctrl shift и стрелкой вниз проведите и затем не отжимая shift и command или control нажмите вправо и таким образом вы выделите нужный диапазон иначе придется тысячу строк растягивать что не очень удобно нажимаем ok и вот у нас построилась матрица корреляция на новом листе и как раз то что нам нужно тут не будут подписаны названия столбцов нам нужно вернуться в предыдущий лист и свериться точнее лист c3 что у нас по порядку идет первая вторая третья четвертая колонка четвертая колонка это coded и это как раз та колонка где у нас корреляция наибольшая с колонкой 1 столбцом 1 а именно корреляция 0,8 давайте закончим попытку отправим все завершить тест да и таким образом мы разобрали часть c независимого экзамена по анализу данных а если у вас вопросы комментарии хорошо если вопросов нет то я надеюсь что эта серия интенсива была полезна для вас и я желаю вам удачи на экзамене всего доброго до свидания им а и и и и и и и и